Иван Павлович давал рекомендации о том, что делать, что есть, что пить. Вот, например, мы здесь используем соду каждое утро, гашеную соду. И самое главное, не единого глотка во время еды, во время употребления. Посмотрите тенденцию, наши бабушки, дедушки, они еще дольше жили. Понимаете, вот жизнь сокращается потихоньку, вот с каждым поколением меньше, меньше, меньше. Официальная там статистика медицина говорит, вот у нас уменьшились риски сердечно-сосудистых, уменьшилась, но у них сердечно-сосудистые уменьшились, а онкология стала в 3 раза больше, понимаете. И где здесь победа, я не вижу. Пока каждый, понимаете, человек не задумается о себе, так как планета Земля не будет спасения, но это правда. Это правда. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада вас видеть в таком очень необычном статусе журналиста. Как вы знаете, я сейчас в Крыму, вы читаете дневник голодателя и задаете огромное количество вопросов. Поскольку я не специалист по питанию, я просто стараюсь вести здоровый образ жизни, на многие вопросы я бы хотела, чтобы вам ответил профессионал. И не просто профессионал, а ученик Ивана Павловича Неумывакина. И я вам представляю главного врача вот этого прекрасного санатория, в котором мы сегодня находимся. Лукасевич Виталий Сергеевич, которому я задам все ваши вопросы, видите, я их выписала. И мы будем с вами, с ним говорить о том, что вас живо интересует. Действительно, вы ученик Ивана Павловича? Да, действительно. С Иваном Павловичем, насколько вы все знаете, а может кто-то не знает, Иван Павлович ушел год назад из жизни. И мне, конечно, не хватило, не досталось много времени, чтобы я мог подчеркнуть, скажем так, все его знания, все его наработки. С Иваном Павловичем я знаком был три года. Это три года плодоходной работы, которая действительно тяжело давалась. Вы нам рассказывали, что вы даже жили у него, чтобы полностью перенять все то, что он накопил. Да, я поэтому говорю, что было очень тяжело, потому что очень часто я из Крыма переезжал к нему домой. И, можно сказать, я с ним жил. И приезжал к нему на неделю, на две. И все эти дни мы плодотворно работали. То есть Иван Павлович, может быть, знаете, может быть, он чувствовал, что все-таки жизнь его подходит к концу. И он всегда торопился. С нашего знакомства Иван Павлович начал очень активно передавать ему свои методики. Он пытался вложить в мою голову все то, что он знал. Он настаивал на скорейшем открытии данного центра, где вы сейчас оздоравливаетесь. Это, конечно же, не грустно об этом говорить, все-таки подтверждает то, что Иван Павлович все-таки предчувствовал, что он скоро нас покинет. Он был таким не очень обычным человеком. Он не просто человеком, который занимался здоровым кишечником или вот это натуропатическое здоровое тело, здоровый дух. Но вот эта вот тема здорового духа для него тоже была весьма важна. Что стоит его знакомство и дружба с семьей Рерихов и его интерес к духовному развитию и к такому самосовершенствованию в духовной природе своей. Иван Павлович, понимаете, он был великим ученым, он был доктором, он был изобретателем. То есть, как это все эти знания обмещались в его голове, для меня остается до сих пор загадкой. И то, что он создал вот эту уникальную методику оздоровления, физиологическое голодание, которая сейчас используется в данном центре, ну, я не побоюсь этого слова, это обернец его творения. Ну, давайте, кстати, об этом поговорим. Давайте. Вот я-то знаю, из чего состоит эта методика, да, я ее проживаю каждый день. Но вот основа этого метода, она лежит в чем? Давайте так, вы будете отвечать мне, да, я это решу, а вы рассказываете, да? Вот голодание. Голодание плюс то, что мы здесь еще используем, это является особым отличием от других мест, где используется голодание, как оздоровление. Понимаете, уникальность методики Ивана Павловича заключается в том, что голодание – это не основа его методики. То есть его методика, она собирательна, она состоит из множества-множества тех составляющих, которые дают сейчас положительные результаты, дарят, скажем так, здоровье многим-многим людям. Не только, которые проходят оздоровление в нашем центре, но и людям, которые просто читают его книги, которые смотрят его видео, выступления, которые он записал, массу видео вместе с Александром Закурдаевым. Вот, и благодаря этому все люди могут получить свою частичку здоровья. А Ивана Павлович, еще хочу подметить, он всегда подбирал, его методика, она проста. Она проста, она состоит из простых составляющих, да, это физиологическое голодание. Это голодание, которое он прорабатывал на протяжении 30 лет. 30 лет, у него голодание длилось и 40 дней, когда на этапах становления, и было и 30 дней. Но в результате все закончилось, и он нашел ту оптимальное количество времени, которого хватит человеческому организму, чтобы очиститься и привести все органы и системы в порядок. То есть максимально это 21 день. 21 день. Да, но при этом плюс-минус 3 дня люди, конечно, уже в данном центре, они не голодают. То есть мы под присмотром нашей команды, наших специалистов, мы им помогаем сделать вот эти первые шаги после голодания, чтобы они снова, ну, как можно быстрее адаптировались к своей прежней жизни. Но, знаете, я хочу добавить, что многие люди, которые побывали в нашем центре, они получили результаты, но многие из них пересматривают многие вещи в своей голове, в свою жизнь пересматривают и живут по-новому. И они не хотят возвращаться в ту жизнь, которая, к сожалению, у большинства людей присутствует. То есть там, ну, давайте такие слова, обжорство, употребление лекарств. Да, вот потому что мне здесь написали, да, например, вот обжорство, да, кто-то написал. Я обжора, постоянно хочется плюшек, я прихожу домой, у меня был там усиленный день какой-то со стрессами, я ничего не могу поделать с собой, я срываюсь, я вижу вкусняшки, и я не могу устоять. Это человеческие страсти, это существует, правда? Конечно, существует. То есть вы видите, как меняется что? Что-то меняется в сознании, что-то меняется в... Во-первых, во-первых, люди получают новые ощущения, а у них просветляется, скажем так, ум, да. Они по-другому начинают мыслить, они быстрее мыслят, у них просыпается активность, появляются откуда-то силы, нормализуется там сон. Я уже не беру те все состояния, я вот подмечу, что не заболевания, а Иван Павлович все заболевания называл состоянием, потому что он говорил, что любое заболевание, любое состояние можно всегда подправить. И выходя, скажем так, из нашей школы, это важно вот подметить, потому что Островительный центр Нью-Кулакин – это прежде всего школа, которой вы научились быть здоровыми. И, понимаете, наша команда, я и наша команда, мы за вас ничего здесь не делаем. Мы немножко... Ну это в принципе же, да, за любого человека в жизни никто ничего сделать не может. То есть даже те же врачи, когда мы приходим, даже если это великий светило, он может только указать, что не так, дать какие-то рекомендации, но кто-нибудь это мы, кто ответственен за свою жизнь. Только мы можем изменить. Только мы можем что-то изменить, это правда. Да, и вот эти 21 день, которые рекомендовал Иван Павлович, это как некий... как мышцы накачивать. Я, например, на своих семинарах-курсах говорю о том, что есть вещи, которые нам не свойственны. Например, осознанность нам не свойственны. Человек в таком состоянии забытием находится. И когда мы регулярно-регулярно к этому возвращаемся, то вырабатывается какая-то новая мышца. Да, такая... всем, ну такая... Да. Какой-то навык устанавливается, например, навык слушать свой организм. Да, если говорить в контексте здесь, пребывания здесь, и вот в этой теории, в этой практике Неумывакина. Слушать свой организм, не гробить его. А вот давайте поговорим как раз вот про вопросы Не гробить его. Да, потому что вот мы здесь голодаем, возвращаемся в обычную жизнь. Да. И что тогда? Какие есть рекомендации? Какие... Иван Павлович давал рекомендации о том, а что делать? Что есть, что пить. Вот, например, мы здесь используем соду каждое утро. Гошеную соду. Да, это важно. Это важно, да? Гошеную соду. Потому что кто-то мне написал о том, что я пила соду, у меня там что-то, камни в желчном, или какие-то проблемы, я спросила, гасить. Гасили вы ее? И он писал, что нет, я даже не знала, что это нужно делать. Да? В посте, кстати, у меня в одном из постов есть, как гасить соду. Что дальше? Вот человек возвращается в обычную жизнь. Пить соду, не пить соду. Зачем пить соду? Мы преследуем несколько целей. Давая людям соду, приучая людей к данному продукту. Сода, во-первых, очищает тонкий кишечник. Она это делает бережно, нежно. И потихонечку человек избавляется от тех шлаков, токсинов и всевозможных тех вещей, которые находятся, я не буду уже на камеру говорить, которые находятся в нашем кишечнике. Хотя, Иван Павлович всегда говорил, что наш кишечник – это как свалка. Ее периодически надо чистить, потому что впоследствии это приведет к серьезным заболеваниям. Это одно из действий соды. А второе – это, конечно, ощелачивание организма. Потому что кислотно-щелочное равновесие – это самая главная константа нашего организма. И она регулирует, уже многие ученые с этим согласны, она регулирует практически все процессы нашего организма. На секундочку, представьте, мы, человек – это щелочное создание. Наша каждая клеточка нашего, каждого отдана, нашей ткани, все работает в щелочной среде. Но благодаря нам же, те, которые вредят своему организму, мы стремимся закисляться. Закисляемся мы разными продуктами. А это, например, мясо, избыточное потребление. Это употребление молока цельного. Это употребление лекарств. Алкоголь, наверное. Алкоголь, абсолютно правильно. Сахар. И сахар в том числе. Поэтому вот эти все вещи приводят к этому дисбалансу. Но в нашем центре я учу людей тому, я их не призываю становиться визитарианцами или геганами. Я просто даю им понять, что они должны найти просто вот этот баланс. 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 Баланс своей жизни. Путь в середину. Путь в середину, да. Согрешил – покайся. То есть, если вы закислили с чашечкой кофе или выпили их в пять, вы должны где-то покаяться. То есть, вы должны сделать какую-то разгрузку, да. Вы должны побыть на щелочном питании, побольше кушать овощей и пока не употреблять мясо. И благодаря этим рекомендациям и благодаря употреблению соды вы можете привести свой PH к идеальному показателю 7,4. А это, ну, сейчас вообще призвано, что 7,4 – идеально. Хотя многие лаборатории, да, указывают в своих показателях моча должна. Это я говорю о PH мочи от 5 до 8. 8 – это уже много. 7,7,4 – это идеально. Поэтому, если вы видите на своем PH-метре электронном или лакмусовой бумажке, или просто сходя в лабораторию, вам сказали, что у вас моча в районе 5, а не дай бог еще и ниже, здесь стоит задуматься. Что вы сделали такого, что привело к таким изменениям в сторону закисления. Поэтому сода – это тот дешевый продукт, который продается в, представьте, по-моему, сколько-то, 20 рублей. Она очень дешевая, да. Она дешевая, с помощью которого вы можете привести свою кислоту и щелочную равновесие в порядок и прийти к вот этой заветной цифре 7. Тогда у вас все будет замечательно. И благодаря этому продукту, как я уже говорил, вы можете привести этот показатель в норму. Поэтому, друзья, еще раз повторяю, человек – это создание, щелочное создание. Но оно, он, оно или он, он постоянно стремится закислиться. Потому что наша бы жизнь без закисления, к сожалению, была бы неинтересна. То есть мы склонны грешить. Ну, да, есть такая тема, да. И получается, что, ну, смотрите, например, у меня вопрос. Всегда ли я теперь должна пить соду для того, чтобы, я же могу использовать продукты, например, да, которые выясняются щелочные, да, меньше кислых продуктов? Вот самый большой, самый больной, наверное, вопрос – это насколько сегодня необходимо, постоянно, теперь, всю жизнь пить соду? Или это можно делать курсами, или с какой-то регулярностью? Вот какие рекомендации давал Иван Павлович? Ну, во-первых, я вернусь, конечно, к словам Ивана Павловича, которые он говорил всем людям, в том числе и учил меня. И он говорил всегда, что соду можно пить хоть всю жизнь. Ну, то есть, на человеке? Да, единственное – соблюдать дозировку. То есть соду можно тоже и переборщить, перещелачивание не должно быть в организме. А, какие желудки? Дозировка – чайная ложечка, если я обязательно гашу, и обязательно, и обязательно, подмечаю, выпитая на абсолютно голодной желудке. То есть с утра встали, ложечку погасили кипятком, выпили и разбавили водичкой. Разбавили водичкой, выпили. И вперед в жизнь. Как вам сказать, я стремлюсь немножко усовершенствовать Ивана Павловича методику, не внося кардинальные изменения. И я многим людям сейчас в сферу развития информационных технологий, в сферу развития всевозможных приборов, то есть электроника сейчас шагает семимильными шагами, и у нас появились в арсенале, и стали доступными такие приборы, как пашметр электронный. И каждый человек… В аптеках еще продают такие бумажечки лакмусовые. Да, есть лакмусовые бумажки, а есть, появились сейчас на рынке электронные пашметры. Это идеальный прибор, с помощью которого вы можете контролировать свой паш. И, соответственно, вам решать, пора ли вам пропить курс сон, или все-таки можно сейчас еще и побыть просто, например, на правильном питании. Правильное питание – это какое? Правильное питание – это убрать алкоголь, это убрать или сократить потребление мысных продуктов. Это ни в коем случае не употреблять цельное молоко. Но Иван Павлович всегда поощрял кисломолочные продукты. То есть на здоровье кефирчик, ряженка, хлороб. Пожалуйста, эти продукты… Как он смотрел на сыр? Сыр почему нет? Ну, сыр же является все-таки кисломолочным продуктом, насколько я знаю. Да, да. Потому что плакали, девчонки плакали про сыр. Как же мы без сыра? Нет, сыр на самом деле, ученые доказывали, что это продукт полезный. Единственный сейчас вопрос, где его взять качественно. Потому что очень много фальсификата, очень много на основе пальмовых масел низкого качества. И это все, конечно же, пагубно влияет на наше здоровье. И вот все тот же стронций. И все тот же стронций. Такой большой испуг наших подписчиков, который, когда я написала о том, что я тоже, честно говоря, не знала. Ну, то есть я знаю про экологию, я знаю про то, что молоко совершенно не полезный продукт. С точки зрения духовной психологии, это продукт детский. Он поддерживает... Он создан для того, чтобы поддерживать детей, ну, разных детей, да, и не только человеческих. Детенышей. И он в себе несет вот этот дух малышей. И когда его употребляют взрослые люди, то они становятся более инфантильными. Они становятся... Вернее, скажем, не развиваются в контексте эмоциональной зрелости, духовной зрелости. Им сложно принимать решения, им сложно отвечать и за себя, и тем более за семью, и так далее. То есть, ну, есть очень много таких последствий пагубных, внутренних. И я не знала о том, что... Я знала, что физиологически молоку не полезно с точки зрения непереваренности белка. Но я не знала про стронций. Ну, смотрите, к стронцию я сейчас вернусь. А помимо этого, в нем же содержится козыгин. Да, да, да. Это тот говяжий жир, который, ну, он свалился организмом. Вы знаете, это сейчас... Сейчас же модно, знаете, дырки в кишечнике. Есть такой номер, новый термин. До вас не дошло еще? Ой, у нас Питер и Москва сейчас прямо больны такой темой дырявого кишечника. Ну, тут это проницаемость кишечника, которая приводит к аллергиям, к аутоиммунным заболеваниям. Ну, да-да-да-да-да. Я думаю, что как раз это то, что Иван Павлович, вся его теория на этом построена. Просто сейчас этому есть такое смешное название. Дырявый кишечник. Дырявый кишечник, что совершенно правильно. Да, и козеин, он первый, кто создает эти дырки в кишечнике. Да. Кишечник, понимаете, он имеет свой микробиом. То есть имеет свою защитную оболочку. И он фильтрует, он фильтрует. И либо разрешает всасывание этого продукта, либо запрещает ему все, что лишнее, должно уйти, изменить изображение в канализацию. Но в связи с тем, что мы живем неправильно, кушаем неправильно, Иван Павлович всегда акцентировал внимание на питании. Он всегда связывал всю свою методику и вообще здоровье человека с пищеварительной системой. И это не он говорил мне, вот как ешь, так и живешь. Понимаете, эти все пословицы, они пошли еще раз издалека. Конечно, наши предки об этом знали. И со временем наш кишечник перестает быть барьером для всего того, в том числе инструнции и всего остального. И это все проникает в наш организм и приносит свой вред. По поводу загрязнения продуктов молока или за овощи, которые нельзя кушать, потому что они содержат струнцы. Да, наши подписчики спрашивают, а как же теперь нам не есть морковку, не есть свеклу, потому что это же все растет в той же земле и наполняется тем же самым получается. Вы знаете, я вот езжу часто по России все, да, и к сожалению, к сожалению, все больше и больше, это же, скажу правильно, все меньше продуктов качественных и чистых можно найти. Если взять, к примеру, посмотреть на Европу, Европа сейчас страдает от всех тех некачественных продуктов, которые выращены на гидропонике, которые добавляют там мясо, добавляют интеллигии, мух, поля, чтобы не болели. То есть максимально используют технологии, которые вредят нашему здоровью, для того, чтобы повысить урожайность, повысить луи, повысить тот... И я здесь по поводу струнца, мне очень сложно сказать, а в сфере у нас есть продукты, которые мы содержим не только струнца, а еще много всех тех пестицидов и всего остального, чем сейчас, к сожалению, наша планета все больше и больше засыряется. И это все остается в почве. А в этой почве мы выращиваем продукты. Поэтому здесь спорный вопрос. Если мы берем те же помидоры, огурцы, выращенные, например, в теплицах высокотехнологичных, где нет даже почвы, но мы там получаем свои пестициды, мы получаем генетически модифицированные клетки тех же помидоров и все остальное, и еще непонятно, как они влияют на наше здоровье. Либо взять продукты, выращенные на земле, где-то близ каких-то крупных промышленных районов. Или, например... Ну, например, рядом с мегаполисом, да, например, рядом с Питером или с Москвой. Огромное количество этих плантаций где-то выращивается. Представьте на секундочку, даже где-то в Подмосковье приезжали сюда много гостей. То есть в Москве говорят, у меня есть дача в Подмосковье, экологически чистая, и у меня там есть помидорки, огурцы и все остальное. Но, поймите, нету места возле крупного полиса, даже в Подмосковье, из-за сотни километров от него, чтобы это не отразилось на качестве выращиваемой продукции. И самое главное, задайте вопрос, а какие сейчас берутся семена для того, чтобы вырастить тот же помидор, огурец, свеклу? Вы же их покупаете в магазинах, и эти семена получились с тех же неправильных продуктов, генетически модифицированных, которые впоследствии будут уредить вашему здоровью. Поэтому, к сожалению, правда, хочется плакать. Хочется плакать, потому что продуктов хороших практически не осталось. И, понимаете, наше поколение, вот мое еще, мы еще плюс-минус где-то можем найти что-то менее вредное для нас. Но дети, вот у меня четверо детей, и я понимаю, что в будущем их ждет ситуация еще хуже. Да, к сожалению, это правда. Поэтому нужно менять планету. Я думаю, что нужно менять мышление. Если каждый изменит, каждый задумается об этом, то, может быть, что-то изменится. Да, только все вместе можем что-то изменить. Но если говорить о нашей сегодняшней жизни, вот в той реальности, отталкиваясь от принципа реальности, что реальность нашего дня сегодня такая, какая она есть, то, собственно говоря, просто думать о том, что мы едим, не покупать продукты, которые загрязнены тем же струнцем. Мы об этом, к сожалению, не знаем. Но, по крайней мере, теми добавками пищевыми, которые туда добавляются ради бизнеса, выращиваются. Если, например, в Питере я начала покупать некоторое время назад фермерские продукты, я отказалась от покупки таких промышленных вещей, у меня есть даже большое желание съездить на эти фермы просто посмотреть. Я понимаю, что это рядом с Питером, я понимаю, что это все, конечно, не очень уж прямо сильный выход из положения, но, тем не менее, это все-таки лучше. Конечно, лучше и, опять же, не рекламирую наш центр, а просто говорю, что выполняя те рекомендации Ивана Павловича, не живя хотя бы минимально по его книгам, по его методике, а вы снизите влияние вот того всего, что мы мало-помалу все равно вредное получаем, вы все равно компенсируете и продлите себе жизнь и сделаете так, чтобы она была безболезна. Правильно, потому что получается так, что можно сколько угодно думать о том, что находится в продуктах, но если мы эти продукты заедаем, например, сладкими плюшками, запиваем молоком, сверху полируем алкоголем, все это дело еще, сейчас мы поговорим еще про раздельное питание, все это дело еще смешиваем совершенно в несоотносимых каких-то консистенциях, то, в общем, получается, что качество продуктов уже отходит далеко на последний план, эти все пестициды, это все, конечно, но сколько мы сами, наверное, свои 50% делаем, чтобы угробить самих себя, правда? Это неосознанно делаем, а некоторые делают осознанно. Некоторые делают осознанно, знают минимум опыт, они не хотят, скорее не хотят, да? Многие люди не хотят, потому что плюс-минус они себя нормально чувствуют. Зона комфорта. Зона комфорта. Приятненько. Да, они не имеют сейчас никаких заплеваний. Вы знаете, по статистике, много уже здесь, 1200 человек, по-моему, было в нашем центре за эти два года, и многие из них приезжают сюда и рассказывают те же вещи, а я делал то, пил то, потому что я себя прекрасно чувствую. А сейчас мне там, ну, примерно, 50 лет, да, 50 лет, и у меня столько заболеваний. Если бы я знал, что у меня это будет, я бы что-то поменял раньше. Но видите, уже поздно, и люди вынуждены дальше идти, вот два направления, да, либо вы идёте в официальную медицину и лечитесь таблетками, что ничего хорошего не сулит к вашему будущему, либо вы идёте нетрадиционными, то есть народными методами, то есть такими, как методика Ивана Павловича Невмывакина. Если вы больше вернётесь в травы, например, если вы модифицируете образ жизни, то есть этот путь более тяжёлый. Понимаете? Более тяжёлый. Вот как избавиться от болезней, чтобы это было эффективно? Два варианта. Либо вы купили таблетку и выпили, и вам легче сразу, либо вы выбираете более тернистый, долгий, трудный путь, как оздоровление. То есть сделать так, чтобы собственный организм все порядки на него сам. То есть получается, что это всё-таки уже не оздоровление, а образ жизни. Это уже образ жизни. Образ жизни. А вот давайте поговорим про раздельное питание. Любимая моя тема, да? Вы знаете, мне нравится раздельное питание. То есть я считаю, что все наши продукты будут максимально полезны тогда, если они будут смешаны. Я вообще плохо отношусь к таким привести к примеру. Продукт, который содержит в себе много чего-то. Это, например, ну вот сейчас там, вот, к примеру, возьмём пельми. Да. Вот пельми. Пельми. Пельми очень вкусно, да? Пельмелька очень вкусно, да? Пельми очень вкусно. Винегрет. Да, абсолютно. И чего такой винегрет. И там собраны продукты, которые не сочетаемы для нашего организма. Чем вы смешиваете чаще продукты, тем они менее усваиваются. Вы не получите от них пользы. Я вам сразу скажу, я не диетолог, а рассказать вам, конечно, по калориям. Нет, на основном-то мне интереснее. Но вы, Ваня, абсолютно правы, если вы учите своих людей, своих подписчиков. Студентов. Студентов, да, правильно. И пропагандируете раздельное питание, вы им делаете большой подарок. Если особенно они вас слышат, то даже вот на секундочку, вы побудьте на раздельном питании хотя бы месяц. Вот один месяц. И вы уже получите результат. Это когда? Это будут изменения даже у людей, у которых, ну, они себя считают здоровыми. На самом деле здоровых-то нет. У каждого из нас сидит, вот сидит букет заболеваний, у меня есть подруга, она военный врач-хирург в прошлом. Она говорит, здоровых людей нет. Есть недообследованные. Абсолютно правильно. А Иван Павлович немножко по-другому говорил. Он говорил, что в каждом из нас есть уже заболевания, уже с полового заболевания, они начинают. Но иммунная система, наши конденсационные возможности еще велики, и они это все сдерживают. И в определенный момент там пришел, прожили вы 40 лет, 45-50, и тут раз, в какой-то момент, и у вас появилось это, 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 это. И все говорят, взлазил. Кажется, точно, это порча. Порча. Это на самом деле не порча, это порча вы портите. Самого себя. Вы портите свой организм. Получайте послугу. Вот и все. Поэтому я за раздельное питание. И кушайте раздельное питание. А что вы можете сказать про мясо? Ну, я не настаиваю тоже, да? Я странный вопрос задаю. У меня есть в Питере вегетарианский ресторанчик. Поэтому я никогда ничего не навязываю, тем не менее. Я считаю, что это как религия. Каждый выбирает сам себе. Ну, вот для людей, которые едят мясо, для людей, которые находятся, ну, может быть, пока или не пока, они в этом не имеют никакого значения. Вот какую рекомендацию вы им можете дать? Да, потому что, там, например, Коран, Тора, Священное Писание говорят, окей, ешьте мясо, потому что Бог дал нам это все, только главное не ешьте поросеночка, потому что поросеночек грязненький, да? Ну, христианство вообще ничего не говорит на этот счет, поэтому все лопают все, что не попадет, включая поросеночка в первую очередь. Что говорил Иван Павлович? Смотрите, вы должны, во-первых, четко проанализировать, вот по поводу мяса рассказу, откуда ваши корни, где вы живете. Это очень важно, потому что Иван Павлович говорил, что мясо – это вредно, мясо закисляет, мясо трудно переваривается, а мясо, запитое стаканчиком воды сразу, и любые продукты, уже не усвоятся никогда, а принесет только вред. То есть они сразу начинают гнить, что там происходит? Да, происходит процессы гниения, брожения, и недопереработанная пища попадает, всасывается и попадает в наш организм. В первую очередь, конечно, страдает пищеварительная система, а затем страдают уже и такие органы, как плечень, поджелудочная железа, а вслед совсем, это как кирпичная стеночка, как я вам рассказывал, в которой кирпичики потихоньку вылетают, ломаются, и в результате эта стена под названием «Сдороги», она просто падает. И все, человек уже не больной. Поэтому проанализируйте. Мне часто задавали вопросы, «Виталий Сергеевич, ну вот я живу там в Грузии, в горах, мой дед, мой прадед, я, мы едим шашлыки каждый день, мой дед умер один в 100 лет, другой умер в 90 лет, и все они ели каждый день мясо». Вот здесь неважный момент. Если вы генетически предрасположены, вернее, генетически, как вам объяснить, предрасположены к вот этой кухне, кухне национальной, то есть осетины, они как ели пироги, так они и едят. И многие из них не имеют никаких заболеваний. Грузины, кто там еще любит шашлыки, как едешь шашлыки? Ну, если они живут на горах, так там экология же, там экология, и еще очень важно, что ихний организм уже на генетическом уровне настроен на большее потребление этих продуктов. И он у них усваивается. Плюс еще, конечно, культура употребления мяса, это первое количество, да, мясо должно быть зеленью, в большом количестве. при соблюдении этих правил вы можете минимализировать негативный эффект на ваш организм. Поэтому Иван Павлович не запрещал есть мясо, он просто рекомендовал его уменьшить количественную часть. Поэтому, если вы любите каждый день на протяжении недели, то по два, по три раза в день есть мясные продукты, конечно, это негативно скажется на вашем здоровье. А если вы сократите приемы до двух раз в неделю, три раза в неделю, если это будут нежирные сорта, там, говядины, немножко, может быть, раз поранины, и если оно будет еще правильно приготовлено, вот Иван Павлович всегда говорил, вареное кушаете, печеное кушаете, тушеное кушаете, а вот жареное, это уже плохо. Понимаете? Пожалуйста. Поэтому, вот несколько, опять же, вот правил. Первое правило Ивана Павловича, тщательно пережевайте пищу. Это касается тщательно, это только картошки, и фруктов, ну, овощей и фруктов, а мясо немножко другое, и очень тщательно пережевывайте этот продукт. То есть, прям сидеть, ему солить? Прямо сидеть, ему солить. Иван Павлович даже рекомендовал жевать мясо до тех пор, пока не пропадет его специфический вкус во рту. И самое главное, не единого глотка во время еды. Ну, вот во время употребления. Потому что вы, выпивая стаканчик воды во время еды, запивая капотом, неважно чем, вы разбавляете пищеварительные ферменты. И, соответственно, мясо и так будет перевариваться долго, и тщательно, и с большими энергозатратами для организма. Вы еще делаете так, чтобы этот процесс был отчасти провален. Ну, например, на фазе пищеварения в желудке. Поэтому, помогите изначально. Иван Павлович не зря в свое время, когда набирал команду ученых, первого, кого он взял, это был стоматолог, который, который, который именно рассказал Ивану Павловичу и помогал изучать, что происходит в ротовой полости. А в ротовой полости происходит тоже пищеварение. Понимаете? Тоже там есть лизоцин, фермент, который участвует в пищеварении. То есть, все начинается здесь? Да. Там есть зубки, которые механически это все перемалывают. Там происходит частичное всасывание уже некоторых продуктов в ротовой полости. Ну, это очень интересно. Вот, поэтому... Мы-то стремимся сразу, чтобы туда... Абсолютно правильно. И вы задали вопрос, хочу сказать, по поводу вашей студентки, которая говорила, ем плюшки, остановиться не могу, ем много. Ей надо научиться жевать. Потому что насыщение центром голода, которое находится у нас в голове, происходит по большей части, ну, процентов 80, происходит от удовлетворения вкусовых рецепторов, находящихся на нашем языке. Поэтому, если мы глотаем пищу... Крампа, это же очень хороший-хороший совет, да, вот тем, кто любит поглощать. Но для этого нужна осознанность, да, так медленно подойти к этой плюшечке, медленно ее положить в ротик, и медленно наслаждаясь жевать. Да. И у ней потребность во второй плюшечке... Скорее всего, во втором даже куске уже исчезнет. Да, уже исчезнет. Это абсолютно правда. А если она же... Не знаю, как зовут, Паша, знакомая. Этих много. Хорошо. Открою тайны, таких очень много. А если до плюшечки, например, выпьется пару стаканчиков воды, чистой, то насыщение произойдет еще быстрее. Ага, то есть сначала несколько стаканов воды, потом плюшечки. Ну, несколько не надо. Два. Да, хотя бы два. Ну, у каждого желудок свой, понимаете. Кто-то уже плюшками растянул его до неимоверных размеров, а у кого-то еще маленький. Вот вы от нас увидите желудком уменьшенным. Ну, не вот таким. Ну, нормально. И ваша задача не, если вы любили неправильную жизнь или любили чревоугодие, не вернуться к этому. Я вот не очень. Тогда, ну, это не вас лично касается, но у многих гостей, которые любят покушать, да, и много покушать, то есть большой шанс, выезжая с нашего центра, получать уже пищу, меньшее количество. Очень хороший совет, да. Будем его использовать, будем этому учиться. Да, потому что пищевое нарушение очень часто нарушает, очень часто наблюдается. Люди, особенно в мегаполисах, это, знаете, у вас тут тишит благодать. Пойди, найди еще себе стресс. Хотя тоже, конечно, хватает. Да, а в мегаполисах ритм жизни такой, что там все такое. И вот эти все вкусняшки, я смотрю, как люди, живут там, когда это, во-первых, стоит везде, и просто проходя, ты хомячишь какую-нибудь конфетку, какую-нибудь печеньку, какую-нибудь там штучку, и, в общем, ты даже не заметил, когда тебе скажут, так ты зачем это съел? Я съел? Первый вопрос. Я? Я ничего не ел. Да, ничего не было. Ты даже сам не запоминаешь. Ты даже сам не обращаешь на это внимание. Вы знаете, еще одно, ну, это не секрет, но даже есть как-то всемирный заговор, я не побоюсь этого слова, потому что сейчас многие производители специально, умышленно добавляют специальные вещества, усилители вкуса. Да, глюканат, всякая разница. Жажда, правильно назвать? Жажда? Жажда? Нет, нет, я имею в виду напитки, особенно газированные напитки, добавляются вещества, которые... Усиливают жажду. Усиливают жажду, абсолютно правильно. И человек не спеша, скажем так, не замечая для себя, может взять, ну, приведем, такой вредный напиток, Coca-Cola, да? Вот возьмите литр просто, и вы незаметно, незаметно для себя, вы этот литр выпьете, и вы еще останетесь с чувством жажды, и получается, вы за день можете выпить таких несколько бутылок, а то, что там последствия будет, от регулярных употреблений у таких вредных продуктов. Ну, это так же, как сейчас. Знаете, вот мы, например, на курсе отказались со студентами на 2,5 месяца от сахара. Это было обязательное условие. Получили это за все? Во-первых, да, ребята пишут, что они получили результат, но самый первый результат, знаете какой? Когда приходишь в магазин и читаешь этикетки, нету продуктов, которые не содержат сахар. Хлеб, кетчуп, те же самые, кто ест пыльмешки, мне рассказывали совершенно, вот продукты, в которых, ну, не должно, вот настолько, я даже не помню сейчас. Вот, ну, просто нет, даже в колбасе есть сахар, везде есть сахар, вот просто везде, да, даже в творог они умудряются. Поэтому сейчас появляются толстые гетки, 5 лет, 5 лет он уже, извините, весит 80 килограмм, ну, как-то, и начинаются проблемы со здоровьем. То есть, у нас уже нация, изначально уже, ну, не вырастет сейчас с этого поколения, которое сейчас есть, здоровых людей, сосредственно, до нашего возраста они доживут, детки. А предыдущие, посмотрите, тенденцию, наши бабушки, дедушки, они еще дольше жили. Понимаете, вот жизнь сокращается потихоньку, вот с каждым поколением меньше, меньше, меньше. Официальная там статистика, медицина говорит, вот у нас уменьшились риски сердечно-сосудистых, уменьшенность, но у них сердечно-сосудистые уменьшились, а онкология стала в 3 раза больше, понимаете? И где, где здесь победа, я не вижу. Пока каждый, понимаете, человек не задумается о себе, как это, планета Земля не будет спасена. Ну, это правда. Это правда. Пока мы будем идти, руководствуясь, опираясь на выводы, ориентируясь на рекламу, на пропаганду различную. Знаете, как производители кофе. Раз, кофе упали в продажу, да? Тут выходит следующая статья, например, какого-то профессора. Провели исследование рандомизировано среди группы, и выяснилось, что кофе является, обладает противораковым действием. И продажи, и продажи кофе опять возросли. Понимаете, это такое. пропаганда. Конечно. Я бы не хочу туда углубляться. Да. Каждый хозяин своего тела. Каждый может сделать себя здоровым. И именно этому учил Иван Павлович. Не ищите каких-то быстрых, быстрых путей решения вашей проблемой. Их нет. Все, что быстро, это вредно. Понимаете, да? Поменяйте жизнь, модифицируйте ее, используйте рекомендации Ивана Павловича, или есть много других интересных ученых, которые тоже работают своими методиками. И они тоже несут. Вот была Джоан Бутлис, как был Семанчин, хотя его считают преступником, но я считаю, что его преступником сделала система. Будьте здоровы. Вот и все. Спасибо вам большое за такую прекрасную беседу. Спасибо вам. Было очень интересно. Ну и вам спасибо за внимание, дорогие. Если у вас есть вопросы, то пишите. Мы всегда будем теперь на связи. с Виталием Сергеевичем. Правда, если будет что-то интересное, то, может быть, делаем продолжение какое-нибудь на какие-нибудь специфические темы, которые вас интересуют. Поэтому будьте здоровы. Помните самое главное. Ваша жизнь в ваших собственных руках. Что вы думаете, что вы делаете, как вы поступаете, это только вы решаете. Вы создаете свою собственную жизнь, так же, как и ваше здоровье состоите ваше уме. Будьте здоровы на всех уровнях, на физическом и на духовном. Без таблет. До свидания. субтитры субтитры